Курбан! Ты же неправильно держишь молоток! Че, у тебя правой руки нет, что ли? А, извини. Полный газ сделайте мне на 500 рублей. Ты собираешься вообще фильм снимать? Ну, снимать в городе, где нет сценаристов, актеров, зукарей, никого. Главный козырь фильма – юмор. Юмор не простой, а местный и колоритный. А присутствуют они просто так. Коррективы в диалоге сценария вносили прямо во время съемок. В импровизации, как всегда, был неподражаем Юсуф Амаров. Ты че так тихо работаешь? Как будто тихий час здесь. Вот же как надо, смотри, во, во. Не вот так, вот, а вот же, вот, вот так. Доска слабая, смотри на меня. Мне хочется, чтобы человек, который пришел, у него остались радостные эмоции. Много в фильме криминала. Ежедневные, так называемые, разборки показаны в картине во всей красе. Точь-в-точь, как они проходят здесь, у нас, на наших улицах. Спонтанно и в пикантных спортивных костюмах. 11 августа фильм выходит в прокат во всех кинотеатрах республики. В преддверии выхода картины на широкий экран прошел закрытый показ. Среди первых зрителей кинополотна – представители власти, деятели культуры, известные блогеры и люди из местного шоу-бизнеса. Они очень талантливо сделали свою работу и очень близко, ментально была именно игра дагестанских ребят, потому что это жизнь. И ребята постарались отобразить жизнь именно такую, какая она есть. Я думаю, что это станет, наверное, таким культовым фильмом среди молодежи, потому что он будет очень близок к ним. Коллеги по цеху для меня раскрылись совершенно с другой стороны. Я даже не знала о таких актерских способностях. И режиссерская работа, операторская работа на высшем уровне. Я даже представить не могла, что наш город, он такой красивый с высоты. Вы представляете, я влюбилась в наш город. Я думаю, что в той ситуации, в которой находится наша страна, как раз-таки такие талантливые ребята нужны, чтобы заполнять кинотеатры нашими российскими фильмами. И особенно то, что у дагестанской молодежи получается, меня это вдвойне радует. Я испытываю гордость, что у нас очень много талантливых людей. То есть у нас в основном Дагестан как воспринимали, что у нас одни спортсмены. Но также важно знать, что очень много талантливых людей, креативных людей. И я рада, что это уже вот так вот выставляют, показывают. И я думаю, что многим это будет интересно прийти и посмотреть. Показ закрытый превзошел все ожидания. Я ожидал чего-то стандартного, но ребятам удалось сделать что-то новое для дагестанского начинающего, нового кинематографа. Особенно впечатлила работа звукорежиссеров. Этот фильм, все наши попытки ранее, они хромали от плохого звука. Рад, что в Дагестане начинают создавать кино. Жаль, конечно, что его очень мало. И мы почему-то тем успехом, которые были в советское время, мы никак не можем дойти. Поэтому очень надеюсь, что такого рода проекты позволят местным дагестанским ребятам начать свой творческий путь и попасть уже на большие экраны. Фильм и сценарий для Голливуда – это первая криминальная комедия, снятая дагестанскими продюсерами и режиссерами. Весь актерский состав в картине также состоит из местных ребят. Снять полнометражку про творческого парня, идущего к своей мечте через тернии провинциального города, решил видеомейкер, а теперь и режиссер Ибрагим Урсанов при поддержке телеканала ННТ. Этот фильм и вообще последующий наш фильм – это чисто дагестанский продукт. У меня основная идея, я хотел, чтобы продукт не был задействован, что привлекая с Москвы или откуда-то специалистов, а вот только с дагестанцами. То есть, начиная с самого сценария и под ключ вот то, что до кинотеатра мы его довели, там все исключены дагестанцы в моем участии. Сейчас такое время, когда у кинотеатров настоящий голод, потому что фильмов нет, и даже те голливудские фильмы, которые, казалось бы, могут крутить, они несут в себе те ценности, которые, ну, вообще далеки для особенно дагестанцев. И вот этот фильм, он как глоток свежего воздуха. И я призываю всех дагестанцев обязательно сходить на этот фильм. Мы должны ощущать поддержку каждого дагестанца, и если есть критика, пусть она будет, если есть похвала, еще лучше мы будем только рады. Немного о сюжетной линии. Сценарист-самоучка с Махачкалы проходит во второй тур международного конкурса молодых профессионалов. Для прохождения финала ему требуется написать сценарий короткого метра про криминальную жизнь в Дагестане. Ради этого он вступает в неизвестный и опасный для него мир. В Махачкале, если ты не ходил на борьбу, то ты странный. А если ты еще и творчеством занимаешься, то ты тот еще фрукт. Заниматься сценарием в Махачкале – это когда ты фрукт даже для близких. Но я твердо решил, что я буду писать истории. Это не единственная работа дагестанского режиссера, но первая, которую увидит массовый зритель. Кроме того, уже проходят съемки еще одного полнометражного фильма. Но это уже совсем другая история. Мы пахан. Кто мой пахан? Работник. Ты забыл, кто твой пахан? Ты мне кажется, я зубы наговариваешь. Злость покажи, ты же хотел размазать жизнь этого чувака. На 500 рублей. Хотел бы, что ваш снегра увидит. Патимон Ханапова, Салман Гетихмая. В новости ННТ, Махачкала.